Всем привет, у микрофона Фикс, и добро пожаловать в очень необычный ролик на моем канале, ведь сегодня дело в том, что мне нужно заработать. Я даже машину купить себе не могу, она стоит 15 тысяч, а как вы видите мой баланс только 1000 долларов. А чтобы заработать, я буду покупать загадочные контейнеры, с которыми мне может повезти, и внутри будет лежать что-то дорогое, и как только я это продам, я стану нереально богатым. Либо вообще не повезти, и там будут какие-то тараканы. А повезет мне или нет, узнаем прямо сейчас. Но-но-но, перед этим обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки, это, поверьте, очень-очень важно, и это очень сильно мотивирует. А мы начинаем. Итак, насколько я знаю, кто-то выложил на продажу свой гараж вот прямо-таки здесь. У меня сейчас только 1000 долларов, и гараж этот стоит 1000 долларов. Что ж, давайте его купим, и... Боже, что это? Хотя, подождите, это пианино, оно явно выглядит дорогим. В общем, я могу продать только 5 вещей, и мне надо постараться угадать, какие из них дорогие. Дорогие. Вот, например, ну, давайте вот эта колонка, она же по-любому дорогая, такая большая. Продаем. 200 монет? Что? За этот гараж я дал 1000 монет. Это пока что невыгодно. Ну ладно, пианино тоже дорогое, 100%. Воу! Это старая пианино. Оно очень редкое, поэтому стоит 800 монет. Окей, я окупился, я уже окупился, и могу продать еще 3 предмета. Осталось только понять, что из этого редкое, а что просто хлам. Ну вот этот стул. Возможно, это стул какого-то режиссера, который снимал крутой фильм. Значит, он может стоить дорого, но это не точно. Есть две картины с динозаврами, выглядят как просто распечатанные картинки, вряд ли они дорогие. Поэтому давайте я продам вот эту книгу. Либо это просто обычная говяная книга, либо она супер крутая. Продаем. Что? Это тоже редкая книга, прямо из Италии. И причем очень старая. Окей, я получил еще 600, и могу продать еще 2 предмета. Ну, стул режиссера? А, нет, это был просто стул. Ну и, допустим, это кресло-качалка. 100 монет. Это было обычное кресло. Ну, окей, я с этого гаража окупился на 900 долларов. Теперь мой баланс 1900. А это означает, что я теперь могу купить гараж подороже. И надеяться, что мне там повезет. Потому что, если я прямо сейчас выйду в минус, то больше не смогу покупать гаражи. А, значит, и заработать не смогу. Такое не катит. Опа, смотрите, что я нашел. Гараж за 700 долларов. Ладно, покупаем. Окей, смотрите-ка, что тут есть. Компьютер, какой-то миксер. Что это вообще? Ну, это выглядит дорого. Не знаю. Супер крутая колонка и монитор. Блин, дождь пошел. Ладно, я по-любому продам вот эту штуку. Ау, что? Подождите, мне написало, что эта вещь вообще украдена. И у меня даже сняли 200 долларов за то, что я попытался ее продать. Электрики забрали свою собственность себе. Окей, это было плохо. Это очень плохо. Я боюсь, что я уйду в минус. Колоночка. 200 монет. Ну, в целом, неплохо. Миксер тоже выглядит дорогим. Всего лишь 100 чего? Ладно, ну хотя бы компьютер. Он точно стоит дорого. 400? Вот это уже неплохо. А еще вот у меня выбор. Либо телевизор, либо вот этот свет. Хм. Точно не колонка. Я уже знаю, что она дешевая. Давайте продадим свет. И 200 монет. Ну и получается телевизор тоже. А что? Я уже продал 5 предметов. Телевизор продать не могу. И так получилось, что с этого гаража я вышел в абсолютный ноль. Как было 1900, так и осталось 1900. Вот это мне не повезло. Ладно, давайте найдем следующий гараж и будем надеяться, что там мне повезет побольше. И так, ребята, кто-то выставил гараж за 1300 долларов. Выглядит очень солидно. Правда и стоит. Он дороже, чем все, которые мы покупали до этого. Поэтому это очень большой риск. Я надеюсь, что там лежит что-то дорогое. Опа, ребята. Вау, это что вообще такое? Это реактивный ранец? Лыжи какой-то. Купа, это полка. Самокат. Это что? Это просто журнал какой-то? Топливо. И вот, ну не знаю, по-моему мы окупились. Как минимум вот это надо продать. Тысяча монет. Боже. Это знаменитый джетпак, использованный в фильме «Горилла против Тирекса». Он стоит 1000 долларов. Сюда. Мне осталось продать только на 300 монет, и я уже окуплю этот гараж. Окей, велосипед продаем. 400. Все, гараж окуплен. Теперь уходим в чистый плюс. Что здесь может еще дорого стоить? Ну, точно не самокат. Точно не вот это вот топливо. Я даже не знаю, ну, гантели, например. 200 монет. Ну, такое. Эй, давайте продадим вот этот вот сноуборд или что это? Тоже 200. Ой, блин, ребята, не знаю даже. Даже не знаю. Ну, допустим, вот эти ролики. Тоже 200 монет. И, по идее, да, больше ничего продавать я не могу. Ну, ладно, мы хотя бы заработали и вышли в плюс еще на 700 долларов. Да, я все еще очень далек от своей машины. Но мы уже уверенно подходим к ней. Так, я нашел еще один дешевый гараж за 900. Давайте сразу его купим. Что это? Что это? Отвалите от меня. Боже мой. Это какая-то орда тараканов. Или что это? Пауки. Ааа. Боже, как страшно. Пожалуйста, отстаньте, отстаньте. Вот, ребята, о чем я говорил. Вот это настоящий минус денег. Они меня едят. Кто вообще продает это? Это посмотрите, сколько их тут ползает. Ой, боже мой, это очень страшно. В каком же жестком я минусе? Я даже не знаю, о чем думать. О том, как бы выжить или о том, как бы заработать. Фух. Ладно, вроде я справился почти со всеми тараканами. И единственное, что было в этом гараже, кроме тараканов, это вот эти шины за 400. 300 и вот этот вот бензобак. 200. Окей, по идее, я в минусе всего лишь на 300, но это все равно очень неприятно. Погнали к следующему гаражу. И знаете, перед тем, как открывать следующий гараж, пожалуй, я возьму с собой некое обмундирование. Потому что, не дай бог, на меня там еще какие-то тараканы нападут. Поэтому лучше я приоденусь, немножко поем, возьму железный меч в руки и пойду смотреть на гаражи. Так хотя бы будет побезопаснее. В общем-то, я приехал, и у нас тут есть два гаража. Один за 1400, второй за 1300. Что ж, давайте возьмем тот, что подороже. Надеюсь, мне повезет. Ну, пожалуйста. Ага, опять вижу джетпак. И опять за 1000, хорошо. Скейтборд, ага. 200. О, что это, батарейка? Наверное, дорогая. А, блин, тоже 200. И осталось выбрать только два предмета. Ну, давайте этот скейтборд. Блин, почему 100? Ну, вот этот автомат, он по-любому стоит дорого. Давайте его продадим. 700 монет, окей, мы окупились. Сразу покупаем тогда и этот гараж. Смотрите-ка, тут есть мусор, нифига себе, он выглядит круто. Прям реалистично. И, подождите, это что? Воу, ребята, кажется, мне повезло. Это, по-моему, для пиццы. Да, там даже вон пицца лежит или что это? В общем, это по-любому стоит дорого. Что? 300 монет? Это очень мало. Ладно, духовка. Тоже 200 монет. Блин, походу, этот гараж будет в минус. Я даже не знаю, что продать. Может быть, этот мусор очень дорогой? Я не знаю. Давайте попробуем. Ай, боже мой, этот мусор ужасен. Я продал за 50 монет и отравился. Почему у меня вообще эта идея в голове возникла? Кто будет продавать мусор? Ладно, я не знаю. Попробую продать вот этот стул. 200 монет. Ну и все. Больше тут продавать, собственно, нечего. Этот гараж нам ушел в небольшой минус. Надеюсь, со следующим такого не будет. Смотрите-ка, я уже был в этом месте. Я тут даже гараж открывал. Но кто-то выставил соседний тоже. Причем за 800. Давайте купим. Ага. Есть кондиционер. Есть картины. Что-то. Какая-то сумка, я не знаю. Компьютер. Большая колонка. В общем, по идее, здесь можно неплохо навариться. Давайте продадим вот эту вот сумку. По идее, она дорогая. 200? Она пустая. Эта сумка была пустой. Ну ладно, кондиционер всегда стоит дорого. Это прям, ну, факт. Продаем и 400. Окей, он еще работает. Колоночка. 200. И не знаю, может, вот эта здоровая духовка для приготовки пиццы будет исправна и продастся подороже. 300 монет. Окей. Ну, ну, нормально. Ну и компьютер. Они всегда дорого стоят. 400 монет. Отлично. С этого гаража мы вышли в очень большой плюс. У меня уже 3000 долларов. То есть, пока что все, чем я занимаюсь, я делаю не зря. Все-таки мы зарабатываем деньги. Опа, ребята, посмотрите, что я нашел. Гараж за 1100 и еще два гаража. И все продаются. Этот за 900, а этот за 1200. Давайте начнем с него. Я бы уже на самом деле хотел рискнуть и купить гараж за 2000, сиро 3000. Но пока что такие никто не продает. Окей, 1200 и... Хорошо, тут хотя бы вещи. Не тараканы. Это уже радует. Продадим вот этот диван. Он выглядит неплохо. 600 монет сюда. Что ж, давайте продадим книгу. Она тоже стоит 600. Неплохо. Пианино. Оно 800 стоит. Я уже окупился. Ё-моё. Вот этот стульчик за 200 и, наверное, глобус за 100. Блин, не повезло. Ну ладно, я в большом плюсе. Плюс 1100. Это хорошо. Следующий наш гараж стоит 900 долларов. Ну, давайте купим. Ага, да-да-да, я уже знаю. Не, я это трогать не буду. Я знаю то, что это ловушка. Продаем все, кроме вот этой штуки. То есть компьютер за 400. Вот этот вот экранчик за 400. Свет, не помню сколько стоит, 200. Ну и, наверное, колонку и кресло. Ну, в целом неплохо. Поживились нормально. И последний гараж за 1100. Я уже, по идее, жестко и так в плюсе. Но здесь, я вижу, есть какой-то кубок. И вот что это такое? Это явно стоит дорого. Давайте продадим. 800 монет. Это X-Ray сканер. И причем он в идеальном состоянии. Повезло. Так, окей, продаем тогда кубок. Он стоит 1000 монет. Это легендарный чемпионский трофей. Вот это хорошо. Вот это прям очень хорошо. Окей, тут есть какая-то газета. Единственный вопрос. На ней просто кто-то снял какое-то видео? Или здесь что-то записано очень крутое? Что реально ценится? Давайте проверим. 100 монет. Эх, походу, это что-то не очень крутое. Просто редкая кассета и все. Так, ну тут есть хороший экран. Давайте его продадим. 400. И вроде как... О, еще диван за 600. Все, больше ничего продавать не могу. На данный момент у меня 6700 долларов. Это уже почти половина машины. А начинал я с 1000. Неплохо. Что ж, ребята, я за некоторую сумму договорился. И мне разрешили купить эти два гаража. Как видите, денег у меня стало чуть меньше. Пришлось, так сказать, неплохо договориться. Поэтому покупаю сразу этот и сразу вот этот. Фух. И просто надеемся, что я куплю их. Ну тут я уже мастер. Продаем экранчик. Продаем компьютер. Продаем свет. Колоночка. И допустим кресло. В целом, этот гараж пойдет. А вот тут у нас уже посложнее. Смотрите-ка. Вот это что вообще такое? Мне кажется, это стоит дорого. Давайте проверим. И... Стоп. Что? Я не могу это продавать? Из-за того, что я открыл два гаража сразу и продал пять предметов, я не могу продать ничего отсюда. Но посмотрите, это же дрель. Она по-любому стоит дорого. И вот эта штука. Ой, ладно. Не повезло, не повезло. Что ж, гараж за 1100. Спаси мое положение. Я ухожу в минус. Нет. Что в тебя? Вы серьезно? Мусорные баки? Как я должен за 1100 долларов продать эти мусорные баки? Это вообще невыгодно. Ладно, что ж, давайте попробуем. Этот стоит ничего. Этот стоит ничего. Этот стоит ничего. И последний стоит тоже ничего. Это была ужасная покупка. Я не знаю. Этот гараж, ну это просто ужас. Лучше бы этого гаража вообще не было. Ладно, давайте попробуем пойти к следующему. И будем просто надеяться, что нам повезет. Я купил гараж за 700 монет. Поэтому, ну это тот же самый гараж. Продаем здесь все, что мы знаем. И в целом неплохо так окупаемся. Колоночка, стульчик. Повезет. В общем, у меня появилась очень странная идея. Я решил прийти в банк и, не знаю, попробовать взять кредит. Потому что, ну, очень сложно накопить деньги. Так, банкир, пожалуйста, выдайте мне кредит. Мне дали кредит на 1000 монет. Это мало? Алло, банкир. Мне побольше бы надо? Ладно, вернусь потом и отдам этот кредит. Хорошо? Все, до свидания. Я пришел в самое наше любимое место, где я заработал больше всего денег. Тут сейчас продается два гаража. За 1000 и за 700. В сумме 1700. Поэтому давайте купим. И, окей, вроде неплохо. Продаем вот это. За 300 монет. Кондиционер продаем. Он стоит 400 монет. Неплохо. Духовочку за 200. Вот этот вот купол. Я его ни разу еще не продавал. И он стоит всего лишь 100. Серьезно? Ладно, компьютер. 400 монет. В целом нормально. Вроде ушел хотя бы в равно. Или даже окупился на 100. Даже не заметил. Еще гараж за 700. И здесь... Подождите. Это что, джекпот? Вы это вообще видите? Что это такое? Боже, сколько это стоит? Тысяча монет. Боже, это джекпот. Я уже купил этот гараж. Хотя только зашел. Там прям деньги спрятаны были. Вы видели? Так, ладно. Здесь надо по-любому продавать кубок. Он тоже стоит 1000. Вот этот автомат, не знаю. Ну, он стоит 200. Он сломан. И, наверное, давайте попробуем продать вот это. 850. Сюда. Ну, и вот этот автомат. 700 монет. Слушайте, с этого гаража я вышел в реально жесткий плюс. Мне это место прям очень-очень нравится. Хорошо, хорошо. Надо проверить, сколько стоят машины. Возможно, мне уже даже хватает. Итак, есть машина за 20 тысяч долларов. Есть машина за 15 тысяч долларов. И байк за 10 тысяч долларов. И мне не хватает ни на одну из них. Ё, мужик, ты это видел? Мне вообще денег не хватает. Алло, парень, ты живой вообще? Видимо, ему все равно. Ну, ладно. Хотя нет, стоп, не ладно. А если так? Алло. Короче, надо пойти и где-то добыть еще хотя бы 2000 долларов. И тогда уже думайте о покупке машины. Потому что в данный момент денег явно не хватает. Я нашел гараж за 1200 долларов. Это очень дорогой гараж. И если там тараканы, то я очень расстроюсь. Давайте проверим. И... Окей. Это мне повезло. Это дорогой гараж. Продаем. Это сломано, я помню. Продаем. Получается, деньги тоже продаем. Вот это продаем. И у меня уже 10 тысяч долларов. Ну, еще компик тоже продадим. Вот теперь-то я готов купить машину. У меня 11 тысяч долларов ровно. Осталось только прийти в автосалон. К сожалению, мне хватает только на вот этот вот байк. Но вы посмотрите, как круто он выглядит. Я даже передумал брать себе вот эту машину. Этот байк выглядит явно круче. Давайте его купим. И боже. Наконец-то я не буду ходить пешком. Теперь я выгляжу как реальный байкер. Поехали. Посмотрите, он прям жестко едет. Такие еще звуки прикольные. Он прям такой. И, кстати, в этой части карты я даже не был. Стоп. Тут тоже есть байк. Видимо, байкеров всех тянет сюда. Ведь это настоящее место байкеров. Ну и на этом, ребята, данный ролик будет подходить к концу. Спасибо за то, что досмотрели его до конца. А у микрофона был фикс. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. К сожалению, у меня не получилось накопить очень много денег. Но все-таки вот эта крошка теперь моя. Вы посмотрите на эту машину. Точнее, на байк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok